Профилактика правонарушений и безопасность лиц в нетрезвом состоянии. Основные задачи временного приюта – довод резвления при комплексном центре социального обслуживания. За 2020 год приют посетили более 700 человек. О том, как сотрудники центра помогают тем, кто выпил лишнего, расскажет Александра Литкова. Увидев сидящего на скамейке человека, сотрудники полиции решают проверить, все ли у него в порядке. В ходе беседы выясняется – мужчина пьян. Посадив мужчину в патрульную машину, полицейские везут его на медицинское освидетельствование. А затем, получив его согласие, в приют до вытрезвления при комплексном центре социального обслуживания. Больничная атмосфера, одноразовое постельное белье и камеры видеонаблюдения в комнатах. Помещений для отдыха людей, которые алкоголя выпили больше, чем рассчитывали, здесь две. Мужская на трех человек и женская на двоих. Условия проживания здесь у нас скромные, предоставляется койко-место, также есть туалет, раковина, чтобы умыться, привести себя в порядок. В принципе, все. То есть здесь люди спят, их здесь не кормят при необходимости, а также у нас бывает, когда людей доставляют без одежды, либо с порченной одеждой. В длинном коридоре с агитационными плакатами за трезвый образ жизни расположены шкафчики для хранения личных вещей постояльцев. Человеку предлагается сдать на хранение все личные вещи, деньги, ценности в сейф, подопись, потому что зачастую случается так, что с утра человек может не вспомнить, что с ним случилось. Также выдается одноразовое постельное белье, человек располагается, за ним ведется круглосуточное видеонаблюдение. В случае ухудшения состояния здоровья мы вызываем скорую медицинскую помощь, что также, в принципе, прописано в нашем трехстороннем соглашении. Трехстороннее соглашение было заключено между комплексным центром Ненецкой окружной больницей и стражами правопорядка. Основная задача – оказание социальных услуг лицам в алкогольном опьянении, не нуждающихся в медицинской помощи, а также профилактика правонарушений. Это профилактика правонарушений, совершаемых лицами состояния алкогольного опьянения, а также, наверное, чтобы сами граждане, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, не стали жертвами преступлений. Ну и еще одна самая главная задача нашего отделения – это то, чтобы в условиях нашей зимы, особенно в этом году, чтобы люди просто не замерзли. Отделение с названием «Приют до вытрезвления» открылся на базе комплексного центра социального обслуживания в октябре 2018 года. С тех пор здесь побывали более полутора тысяч человек. В эти цифры входят и те, кто поступал сюда не один раз. Сейчас выявляют данных правонарушителей, доставляют для установления личности в его управление. Затем, если гражданин дает письменное согласие, они доставляются в КСЦО и помещаются. Всего за 2020 год было доставлено в КСЦО 777 граждан, помещено 635. В январе было доставлено 42 гражданина и помещено в КСЦО 30 граждан. Постояльцами учреждения становятся не только лица без определенного места жительства, но и вполне приличные люди, которые попадают сюда в выходные или праздничные дни. Помочь здесь готовы всем. Напомним, появление людей в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах – административное правонарушение. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.